Добрый день всем. Спросите у меня, что я тут делаю и где я? Короче, на крышу дома лезу. Спросите, а зачем? Для чего? Ну, кто-то лазит на крышу дома голубей погонять, а я лезу почистить трубу. И объясню, что за ерунда. Почему мне приходится каждые два-три дня лазить на крышу. Короче, вот такая у меня труба альбистоцементная. И каждые два-три дня я залазю наверх, чищу трубу. Кстати, труба плохая, забитая и тому подобное. Да нет, ничего она не забитая, нормальная труба. У меня котел длительного горения. Вот у тебя проблема. Видите, какая труба вся черная? А вон труба. Видно? Моих соседей, у них белая, у них прямоточный котел. Горит хорошо, но быстро остывает. В общем, альбистоцементная труба для котла длительного горения не пойдет. Хоть ее сделай выше, хоть ниже. Как только перепад температуры, как только, значит, ветер ослаб, все, горение есть, но печь начинает дымить. Я, конечно, вам покажу, что за котел длительного горения у меня. Потом, когда слезу с крыши, дойдет до этого дела. Пока что почистим трубу. Сейчас я шапку наверх одену. Ладно, так почистил. Трубу я шампалую. Специально мне приготовлено шампало на этот случай. Все, Саша полетела. И вот так вот, каждые 2-3 дня. Люди вообще на крышу не залазят, а я залазил очень часто. Мало того, что труба прямоточная, конечно, у меня, но тяга в котле длительного горения очень слабая. Чтобы ее улучшить, нужно поменять трубу. Труба должна быть не асбистоцементная, не железная, не кирпичная, а сэндвич труба, имеющая термостойкую прокладку. Пока у меня, конечно, уже приготовлена труба, я с нержавейки трубу покупать не стал, а сделал ее сам. Все у меня приготовлено. Начал делать, погода испортилась. В гараже варить плохо, неудобно, я бросил. Оставил до весны. Станет получше погода, доделаю, поменяю трубу. А пока что чищу трубу. Вот так вот протекает жизнь на селе. Каждый день что-нибудь... Не знаю, как люди на работу ходят. На минуту свободную нет. Ну ладно, вроде почистил, будет гореть пару дней. Потом еще раз почищем. Пока хватит. Субтитры сделал DimaTorzok